приветствую вы на канале информатор тех и сегодня у нас на обзоре флагман от sony это sony xperia 1 сразу по техническим характеристикам о них вкратце здесь флагманское железо snapdragon 855 здесь также объем оперативной памяти 664 либо 100 6128 можете его расширять картой памяти потому что слот комбинированный либо две симки либо sim plus flash также здесь экран на 6 и 5 дюймов oled матрица можно выдать 4k разрешения но для нем тоже чуть позже также здесь тройная камера стандарт уже для всех флагманов этого года это широкоугольный объектив здесь телевик 2x зум и основной модуль камеры все по 12 мегапикселей и батарея на 3330 миллиампер часов но из приятных бонусов это конечно же юсб си nfc aptx hd bluetooth вайфай пятого поколения все это вы так знаете это флагманы текущего года касаемо экрана еще раз 6 и 5 матрица oled может выдавать 4k в некоторых приложениях не постоянно постоянно здесь 2к 4k только фирменных приложениях от sony некоторых либо же для обработки фото и видео и в целом его качество просто удовлетворительная я более чем доволен единственное у меня всегда придирка к sony уже четвертый обзор sony у меня на руках и у них программно почему-то всегда автояркость экрана ниже чем мне нужно я не могу понять почему на самом деле и всегда первым делом как я беру смартфон sony в руки я выключаю автояркость и ставлю же просто вручную и выбираю на максимум либо на минимум уже как неудобно это единственная придирка к этому экрану шуток про пульта телевизора вы не избежите он реально кажется узким но таким не является потому что в сравнении со своими собратьями он по ширине абсолютно такой же но из-за того что вытянутый он внешне визуально и по удобству в руке кажется приятней его удобно держать одной рукой им удобно пользоваться одной рукой а с помощью системных фишек типа слайд сбоку по экрану либо же вызов двух приложений на один экран удобно управляться одним одной рукой про игровую производительность и производительность системы в целом здесь восемьсот пятьдесят пятый дракон флагманское решение этого года все системные приложения летают все соцсети летают все видео летают игры летают на пять лет вперед хватит на этом даже нет смысла останавливаться остановился я бы лучше на батарее потому что это одна из немногих претензий к sony xperia который мне 3330 миллиампер часов это круто ну сравнительно круто потому что здесь есть режим стамина стамина плюс которые в принципе должны экономить ваш заряд и он там супер прям в экономный режим уходит вы экономите заряд батареи но я его не использую в повседневном использовании смартфона и я его подзаряжал батареи не хватает она садится действительно быстро если вы активно пользуетесь соцсети игры там какие-то переписки что-либо в этом духе днем вы его будете подзаряжать благо в комплекте зарядка есть юсби под 20 это вариант быстрой зарядки за полтора часа на сто процентов вы его зарядить но опять же можно было больше сюда впихнуть 3330 особенно если вы захотите вдруг в 4k видео что-то посмотреть на этом смартфоне в этом формате экрана это очень удобно будьте уверены в том что батарея уйдет быстро по камерам этого смартфона напомню три модуля по 12 мегапикселей каждый что широкоугольный что основное что телевик 2x зум и у меня здесь вопрос вот sony они производители оптики производители линз они выпускают камеры не продают мобильную оптику для других производителей для samsung а для сяоми и всего чего угодно у них есть модули 48 уже скоро на 64 мегапикселя представят и казалось бы во флагманское устройство но впихните вы настоящие 48 там или сделайте флагман 64 мегапикселя убейте вы это клава и мои 20 про убейте вы iphone своей камерой не получилось к сожалению что основная камера что остальные что широкоугольный что телевик они снимают хорошо это флагманский уровень к ним претензий нет качество отменное но я понимаю что потолок можно было задрать выше sony же почему-то решили что лучше сыграть качеством лучше сыграть программным обеспечением которое недостаточно вытягивает это все-таки не google пиксель и они просто сделали хорошую качественную флагманскую камеру которая снимает отлично если вы не будете в лоб в лоб сравнивать другими смартфонами она хорошо снимает но в этом плане можно было сделать лучше вот по видеосъемке тут уже другой вопрос потому что видеосъемка здесь шикарная с помощью системных программ cinema pro которая это специальное приложение где можно грубо говоря это ручные настройки камеры онлайн то есть вы перед тем как начать съемку вместо того что просто нажать одну кнопку автосъемки вы выбираете iso выдержку баланс белого куча других параметров цветовую схему можете фильтры сразу понакладывать можете фокус изменять сразу в динамике очень плавным ползунком но конкретно кому нужно нужно приложение cinema pro кроме как профессионалов то шарит как нужно настроить iso выдержку и все остальное я не понимаю для общего пользователя стандартной камере видеосъемка тоже будет хороша и видео он снимает круто классно претензий нет но делать это какой-то особой фишкой стоит отметить что есть cinema pro вы можете с ней играться видео снимает круто звук и прочие мелочи жизни здесь стерео звук играет он очень громко немного не хватает басов конечно но в принципе стерео полноценная она вас удовлетворит более чем если вы фанат беспроводных наушников сразу берите беспроводные наушники sony подключайте через aptx hd получаете супер качественный звук по беспроводу да и в проводных наушниках тоже также конечно же опять же я уже упоминал быструю зарядку я уже упоминал nfc 3 5 джека нет то есть через переходник но советую bluetooth наушники так будет лучше камера на 8 мегапикселей фронтальная не стоит смотреть на мегапиксели как говорится это конечно не 32 не 20 но по качеству она с ними не то что сравнимо на их спокойно обыгрывает поэтому все эти маркетинговые 32 мегапикселя 20 не верьте вот эти 8 мегапикселей выдают шикарную картинку и я и более чем доволен также здесь голый android 9 который понятное дело что будет обновляться в любое ближайшее время как только будет и десятка скоро выходит сюда естественно тоже прилетит из других мелочей лоток для симки здесь вытаскивается обычным способом без всяких иголок просто и качественно ip68 стандарт защиты все здесь прорезинено также конечно же nfc также отсутствие 35 джека принципе и все стандарты bluetooth 5 wi-fi 5 опять же ptx hd все это здесь есть и это все те мелочи жизни которые ну в принципе не могут не радовать целом же смартфон классный новый формат экрана классная качественная матрица супер стереозвук производительность флагманского уровня камеры флагманского уровня все хорошо но есть несколько минусов первое это батарея которая могла бы быть больше режим стамина он хорош но постоянно держать телефон в режиме стамина для экономии энергии но я считаю это не целесообразным я хочу им пользоваться по полной программе на максимальной яркости со всеми уведомлениями я хочу чтобы у меня в играх когда была производительность обещать оптимизатор игр я не знаю зачем на 855 дракон пихать оптимизатор игр чтобы еще все лучше было но спасибо за него то есть реально можно в этом оптимизаторе игр отключить там уведомления чтобы вас не тревожили автоярка что там тоже не прыгала это все классно программные фишки cinema pro тоже круто но батарея могла бы быть больше а камеры как для sony как для производителя собственно говоря линз как для обычных фотоаппаратов так и для мобильной фотографии для телефонов могли поставить лучше наверное это моя мои две единственные придирки к этому смартфону которые ничуть не портят о нем впечатление это флагманское устройство на этом все с вами был информатор тех обзор sony xperia 1 всем удачи всем пока